Общественный совет по здравоохранению при главе Сочи уже давно стал площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов и острых проблем. На этот раз подняли тему алкоголизма. Количество праздно шатающихся алкоголиков на центральных улицах города становится все больше. Выясняется, в основном это не бомжи, а сочинцы с местной пропиской. К счастью, по сравнению с Россией, у нас меньше процент населения злоупотребляет, но есть поводы для размышления у нас тоже. И получается, по данным нашего ГБУЗа, центр наркологический диспансер, что около 1% населения все же состоит у них на учете или обращалась с какими-либо вредными последствиями употребления алкоголя. Проблемы актуальны, отметили на заседании совета, поэтому вопрос будут решать комплексно. На курорте разработали программу «Сочи вне зависимости». В первую очередь изменится отношение врачей к проблеме. Теперь на приеме в обязательном порядке медики должны будут интересоваться, как, когда и в каких количествах пациент употребляет алкоголь. Так можно будет определить группу риска и начать лечение на ранних стадиях зависимости. Второе – это социальная ответственность каждого. Необходимо сформировать, как звучит в программе, нетерпимость к алкоголизации населения. Примерно по той же схеме, как это было в проекте с курением. И обязательно каждому алкозависимому нужно протянуть руку помощи. Прежде всего, на мой взгляд, мы должны обратить внимание общественности. Вторая задача – это врачебная помощь, то есть их лечить надо. Ну и третья задача – это реабилитация после лечения. Как только мы их отлечим, мы должны найти ему после лечения работу, чтобы он был занят. Второе – мы должны ему найти близких людей, которые ему будут помогать. Проект «Сочи вне зависимости» начнут воплощать в жизнь уже с завтрашнего дня. Программа начнет работать в каждой поликлинике и больнице. Активнее должны быть и сочинцы, быть внимательнее, например, к соседям. И в случае беды не быть равнодушными и бить во все колокола. На призыв уже откликнулись активисты ТОСов и волонтеры. Будут помогать. Только так программа «Сочи вне зависимости» не останется на бумаге и начнет реально работать. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.